коллеги приветствую вас с вами Максим Амельничук автор проекта риелторы на миллион предлагаю вам посмотреть фрагменты вебинара этот вебинар я специально записал для руководителя агентств недвижимости в нем подробно разобрал какие серьезные угрозы нависли над риелторским бизнесом смотрите приятного просмотра теперь представьте как изменится ваш бизнес прошу прощения перелеснулся как изменится ваш бизнес если допустим у вас будет полезный контент у вас есть отзывы рекомендации у вас есть email маркетинг у вас идет работа в соцсетях видео маркетинг вы приглашаете клиента на мероприятия и комбинируете инструменты то есть если вы со всех сторон окутываете клиента полезной нужной информации особенно если вы знаете его контакты это не будет стоить дорого кстати кто использует активно напишите пожалуйста кто использует активно таргетированную рекламу в facebook вконтакте и в target mail но это одноклассники и вот кто использует эту рекламу активно что если вы используете я просто подозреваю что вы знаете ее стоимость напишите пожалуйста плюс в если не использовать напишите минус так 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 есть плюсы Есть минусы, есть плюсы, есть минусы. Я порой завидую тем, кто написал минус, потому что у вас огромные перспективы. Огромные перспективы для роста. Просто огромные перспективы. А роста огромные перспективы. Вы фактически можете достучаться до своих клиентов, где бы они ни находились, если вы знаете какую-то хотя бы часть обрывочной информации. Почему я привел вот этот пример? Самый простой. И вот здесь, в этом примере, очень хорошо показана взаимосвязь разных инструментов. Мы написали книгу о материнском капитале, активно ее продвигали и получили приглашение, ну фактически бесплатное приглашение, принять участие в круглом столе, ну не круглом столе, в интервью о проблемах материнского капитала, о путях решения, о возможностях, о этом. То есть контент вывел нас на телекомпанию. Мы записали это видео, оно 15-минутное. После того, как мы записали, часть людей увидела это в прямом эфире, да, это определенная репутация, это определенные новые заявки, новые люди, новая аудитория клиентов. Попробуйте пройти на телевидении, чтобы сняться в сюжете. Ну здесь видно 14.58, да, вы видите. В сюжете 15 минут мы были в центре внимания. Я рассказывал, из этого видео можно сделать кучу нарезок. Да, это про материнский капитал. Кучу нарезок можно сделать из этого видео. Это видео можно отправить снова клиентам. Это видео можно использовать в социальных сетях. Это видео можно, из него можно сделать как статью. Из него можно сделать семинар. То есть одна встреча способна сгенерировать кучу контента. Причем, если мы говорим про то, что это могут сделать фрилансеры, это стоит не очень дорого. И буквально за какие-то смешные деньги, которые мы тратим, порой заправить машину бензином, мы можем там полностью переработать и сделать на неделю, на две материалы, которые люди будут смотреть и приходить к вам уже подогретые. Они приходят к вам как к эксперту. То есть я выступал на канале порядка 15 минут. Это совсем уже другой статус. После этого получил еще несколько приглашений на телекомпании, на передачи выступить. Смешная стоимость, там обходится буквально бутылка коньяка. Порой это максимальная стоимость, которую можно заплатить за такие передачи. И теперь смотрите, как изменяется ваш бизнес, если клиенты ждут ваших писем, ждут ваших обзоров. Вот сегодня у нас третье, второе число. Я уже получил сегодня несколько писем о том, что не пропустил ли человек обзор цен на квартиры, которые я должен был отправить первого числа. Признаюсь честно, я обзор еще не составил, я его еще не написал. Я буду делать это на выходных ближайших. И отправлю клиентам. Но это хорошо. Меня это сегодня очень сильно порадовало, что человек спрашивал, может быть, спам письмо попало, может быть, я что-то пропустил, он ждет, что... То есть это очень хорошо. То есть клиенты ждут от вас информации. Понятно, что не все там тысячи людей написали мне, но то, что несколько писем я получил уже сегодня, о том, что прошла задержка уже первого числа, мы всегда привыкли, что вы пишете нам обзоры. Прошло число, его нет. Я уже получаю письма. Если клиенты подписаны в ваши соцсети, если они смотрят видео, приходят на вебинары, настроена адресная реклама, то, естественно, бизнес очень серьезно меняется. Очень серьезно поменяется бизнес. Я приведу несколько примеров, которые... Клиенты, которые... Которые... Написали отзывы, я просто выделил их. Вот человек пишет, наконец-то одолел книгу, предложенную вам. И какая здесь цель? Да, человек боялся ипотеки как огня, но, прочитав книгу, переменил свое мнение. Да, вот один из отзывов клиента, который совершил сделку, продал. То есть фактически, во многом случае, продажа идет через контент. Не вовлекается менеджер на начальном этапе, подогрев идет через создание вот этой системы. Человек год являлся подписчиком, очень благодарен за дайджесты. Летом хотел купить квартиру, однако мы его раскачали на распродажу квартир, он уже пишет заявку. Все. Человек дремлющий в базе, год читает и выходит на встречу, на консультацию. Самый главный вывод, который человек сделал для себя, что приобретением квартиры заниматься нужно не самостоятельно, а через специалистов. Но понятно, что весь контент, который ему подает, он идет все равно. Он преследует определенную цель. Мы помогаем людям, мы рассказываем, но все же мы рассказываем им о том, что сапоги должен точать сапожник. Вот пишет клиент, книгу скачал, но говорит, даже читать не стал. Я решил, зачем мне ее читать, если я могу обратиться к специалистам, и они все сделают за меня. По большому счету, это идеальная цель, которую мы ставили. То есть человек скачивает книжку, открыл, посмотрел, думает, слушайте, я читать это не буду. Давайте лучше я обращусь к специалистам, которые решат мой вопрос. Хорошо. Книгу получил в отделении ВТБ. Кстати, мы когда говорим про нашу программу, которая стартует в январе, там как раз один из пунктов является выстраивание отношений с партнерами, с банками, с ВТБ. Потому что если бизнес не выстроен с банкирами, то я думаю, что мы не дорабатываем процентов 20, как минимум. Как минимум. И это очень хорошие перспективы, если банки дают вам встречный поток. Вот наши книжки выдавались в отделениях банка. Клиенты, потенциальные клиенты могли получить эту книгу. До части клиентов мы просто не можем никак достучаться. У банков есть статус, у банков есть хорошая клиентская база. Вот это один из примеров, когда сработала синергия. Ну, что еще человек пишет? Еще один отзыв и переходим к следующей части. Пишет, я прочитал вашу книгу, понимаю, что в первую очередь обратится к вам как к специалистам. Да, но это отлично. Что работа с базой клиентов дает? Наращивает лояльную базу, мы автоматизируем и опять же защищаем компанию. То есть риэлтор ушедший из компании, он не сможет договориться с банком, он не сможет пробить вот этот канал, с привлечением клиентов через контент, через мероприятия. Вот мы сейчас проводим с банками ближайшие мероприятия и сейчас проводим переговоры о том, чтобы они направили свои потоки в нашу организацию. Я хочу сказать, что когда я проводил первые семинары для продавцов квартир, первые два семинара нам набрали банки. В общей сложности было на первом около 20 с лишним человек, на втором 15-20 я деталей не помню. Но тем не менее, вот работа с партнерами, это очень важная часть, которая очень серьезно защищает вашу компанию, если правильно выстроены отношения, если правильно построены партнерские каналы. Это, да, и вот эти технологии мы как раз очень подробно разбираем в программе «Прорыв в продажах», да, я уже говорил в этом, и второй ступени. И как раз вот достаточно подробно все это разберем на нашей программе, которая стартует «Четы меч». Я в самом конце о ней расскажу, но сейчас просто, чтобы вы понимали, что вот эти технологии, о которых мы сегодня рассказывали, мы разберем более детально, более подробно, вот в этой трехмесячной программе, которая стартует в январе 2017 года, и она предназначена только для руководителей агентств недвижимости. Коллеги, вы смотрели фрагмент вебинара, который предназначен для руководителя агентств недвижимости, в котором я рассказал о серьезных угрозах, которые нависли над риэлторским бизнесом. Если вас интересует эта тема, скачайте записи этого вебинара, перейдите по ссылке, которая находится в описании к этому видео. А если вы руководитель компании, если те проблемы, которые я озвучил на этом вебинаре, они вам хорошо знакомы, и вы уже ищете пути решения, рекомендую познакомиться во время бесплатной, абсолютно бесплатной для вас 15-минутной сессии увеличения продаж. Вы расскажете о том, с какими сложностями вы сталкиваетесь. Я поделюсь как минимум тремя эффективными инструментами для увеличения прибыли вашей компании. Ссылка на запись находится под этим видео. Обратите внимание, это только для руководителя агентств недвижимости. И, наконец, если вы хотите перейти от теории к практике, рекомендую обратить внимание на программу, трехмесячную программу для руководителя агентств недвижимости «Щит и меч». Почему такое название? Это комплексный подход к развитию агентства недвижимости. Эта трехмесячная программа позволяет создать устойчивую, конкурентоспособную компанию, предотвратить уход ключевых сотрудников, познакомиться и отладить работу с партнерами, выстроить систему привлечения клиентов и организовать набор риэлторов в компанию на поток. Продолжительность программы 3 месяца, еженедельные вебинары, вебинары с разборами полетов, персональные консультации, дополнительные видео обсуждения в группе. В общем, много всего интересного. Рекомендую узнать программу и условия участия, перейдя по этой ссылке. Ссылка находится в описании к этому видео. До встречи!